Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс. В данном видеоролике мы рассмотрим ситуацию подписчика, а также разоблачим одну из групп по продаже аккаунтов в обмане. Дело в том, чтобы сэкономить, люди покупают иногда по дешевке коды или аккаунты у левых продавцов. И дело в том, что многие из них не очень порядочны и честны. К сожалению, один из подписчиков попался все-таки на такого продавца, а если быть конкретнее, даже на целую группу, в которой идет продажа аккаунтов, кодов и в которой очень есть очень грамотная схема, не побоюсь этого слова, наеба. Да, я прекрасно понимаю, что люди иногда сами себя обманывают, не читая какие-то правила и не обращая внимания на какие-то мелочи. А иногда и вовсе отдают деньги первому встречному, который якобы торгует играми. Но этот случай весьма интересный и на мою память это самый грамотный наеб, когда я либо видел. Признаюсь, если бы я покупал в этой группе игру, то я также бы, наверное, наступил бы на те же грабы. Потому что уловка, ну, невероятно грамотная. В этом видео вы сможете прочитать всю переписку от начала до конца и понять, что к чему. Для тех, кто не успевает, просто нажимайте стоп и читайте. Также, ребят, попрошу вашей поддержки в распространении данного видео, чтобы абсолютно каждый знал об этой ситуации и не имел больше дела с этой группой. Это не единственный обман данной группы и постов, то, что они мошенники, я видел дофига. И многие пишут, что их также обманули по одной и той же системе. Но суть в том, что данные посты почему-то игнорируются, так как они записываются в обсуждения, где никто не смотрит. И люди все еще попадаются на уловку данной группы и отдают по три косаря просто так. Да, я понимаю, что многие осведомлены этой группой, что все знают практически, что она мошенники. Но суть в том, что появляются новые пользователи Xbox, и они хотят сэкономить, и в итоге натыкаются на данную группу и попадают вот в эту вот уловку. Поэтому расскажите об этом видео своим друзьям. На самом деле, вы очень много кому поможете. Также хочу уточнить, что у данной группы весьма большой опыт. Они торгуют чуть ли не с 2015 года, по-моему. Поскольку отзывов у этой группы дофигища. И некоторым людям, видимо, реально повезло, что они не натолкнулись на такой вот обман. Видео получилось очень интересным, а также получающим. И в нем вы увидите два неожиданных поворота ситуации. Это не просто ситуация, в которой человек перевел деньги, а его просто кинули в ЧС. Нет, тут весьма все интереснее, и советую посмотреть этот ролик до конца. И давайте все-таки начнем. А началась история с того, что мне написал мой подписчик. Просьба о том, чтобы я осведомил вас всех о данной ситуации. Знаете, я не люблю лезть в чужие дела, поскольку иногда люди сами себя обманывают. Потому что бывают невнимательными, и рассказывать о всех случаях как бы я не вижу смысла. Но в этот раз я фигел от ситуации, и если не выставить на общее обозрение, то люди будут попадаться на это снова и снова. Давайте все-таки перейдем к самой ситуации и посмотрим переписку. Все начинается, естественно, с приветствия. Вечер добрый, для Беларуси ваши коды подойдут? Да, ему пишут, что подойдут. Подписчик спрашивает, это временные игры, аккаунт или же купил, заплатил и твоя. Потому что есть два вида. Либо ты покупаешь аккаунт, да, ты аккаунт держишь, и игры доступны, когда существует аккаунт. Либо ты покупаешь код на игру, и все, она остается на твоем профиле, без каких-либо аккаунтов. Ему пишут, что да, заплатил и твоя оплата через Киви кошелек. Дальше идет уточнение, что через Яндекс.Деньги. Ему отвечают, что только Киви, спрашивает номер. Ему отвечают, что скину тогда, когда он будет готов заказать. Окей. Далее опять приветствия. Здравствуйте, добрый день. Блэк Лопс, за косарь хочу купить, можно ли приобрести? Ему отвечают, что за 1500 уже, потому что поднялся курс. Окей, курс поднялся, делай его, магаз его, делай что хочешь. А Анатолий спрашивает, а что за косарь-то есть? Ему отвечают, что Блэк Лопс сделают за 1300. Типа сначала было 1500, потому что поднялся, но раз такое дело, нужно сделать скидочку и продать за 1300. Какой хороший продавец. Анатолий уточняет, Блэк Лопс ли четвертый, ему отвечают, что да, 1300. Анатолий просит номер, ему скидывают реквизиты и он оплачивает. Что далее, спрашивает Анатолий. Ему пишет, что пришло, поставил в работу. Уточняет, сколько времени. И продавец ему отвечает, что делаем 3-4 дня. И в наличии с Блэк Лопс 4 и РДР 2 3000 будет стоить. К чему это он написал, я так и не понял. Анатолий пишет, что давайте сначала попробуем с этой игрой, если будет все в порядке, возьмем сразу 2 метро и рэйдж 2. Ему пишут, ну окей, видимо он тоже согласен. Через какое-то время, а именно через 2 дня, Анатолий снова пишет и спрашивает, что там с кодом. Ему отвечает, добрый, но пока только с РДР 2 и за неудобство отдам за 2700. Ну якобы, как бы сначала стояло 3000, а теперь он сделает всего лишь за 2700. Хотя о РДРе парень вообще никак не писал, не хотел ее приобрести. Окей. И типа, могу еще метро дать там за 1600. Какой добрый человек, я просто охереваю. Ну такие скидки бешеные делают. Вообще, умница. Анатолий спрашивает, что вы можете предложить за внесенные мною 1300 рублей. Ему отвечает, что дивизия 2, она в наличии. Анатолий спрашивает про метро, типа, 300 рублей доплата, ключ сразу или 3-4 дня все-таки подождать. Продавец ему отвечает, что поменять может он только на то, что в наличии. То есть за ту сумму, которую он скидывал, он может поменять только то, что в наличии. Якобы он может поменять на сборник с доплатой 1200 рублей. По РДР 2 и Блоков 4 он отгрузит сразу. Анатолий спрашивает, что такое, значит, отгружу. Ему поясняет, что он типа сразу выдаст. Ну и скидывает пак игр, то есть аккаунт, на котором вот эти вот игры, и что он стоит 3000 рублей. Типа, за него доплата будет 1200. Ну и типа отгрузит он его сразу. Акцентирую ваше внимание на списке игр, поскольку это тоже будет весьма интересно. Прям вот, посмотрите, какие там игры. Мы просто вернемся к этому. Анатолий спрашивает, мы правильно ли понимаем друг друга? Я вам перевел 1300 рублей, правильно? У вас нет в наличии ключа на Клавдите Блоков 4, правильно? Вы мне предложили метро за 1600, правильно ведь? Ну, доплата 300. В чем проблема, доплатить 300 рублей, и вы мне присылаете ключ? Продавец ему поясняет, что метро нужно сделать, а сборник уже готов. И там есть как раз таки Блоков 4. Анатолий выбирает, скидывайте мне ключ в дивизию 2, он ведь в наличии. Ему пишет, окей, и тишина. Видите, да, промежуток со временем? Анатолий пишет, что там? Он говорит, утром отгрузим. Хотя она, в принципе, была в наличии. Анатолий соглашается, окей, и ему сразу же предлагают новый вариант. Метро после отгрузки ставим в работу и рейдж 2. Коль ты уже купил, давай, еще может купишь. Далее Анатолий пишет, мне вот интересно, какая такая большая коллекция игры по 1000 рублей? Без ключей по факту оплаты? Ему отвечает, что это сборник. Аккаунт с играми, то есть ему выдается аккаунт, и он получает все игры, которые находятся на аккаунте. Анатолий спрашивает, в данный момент на что есть ключи? Ну, поскольку, видимо, у Анатолий сроки горят, он хочет играть, он больше не хочет ждать. И хочет получить игру за высланные деньги. Далее Анатолий спрашивает, что в данный момент вообще есть. Типа, я деньги, я ключ. Ну, он не хочет больше ждать, это понятно. Без всяких ожиданий и прочей тягомотинговой. У моего ребенка сегодня день рождения, я хотел подарок сделать, обнадежил его, теперь дитё сидит и дуется на меня. Опять же, не берем во внимание, у кого какая ситуация, просто берем во внимание то, как это происходит. Поскольку у всех есть свои личные проблемы. Ему пишет, сейчас отгружу дивизию вторую. Анатолий пишет, дружище, если хочешь, я доплачу. Это как бы не проблема, видимо, для него. Ему пишут, что за дивизию не нужно. Теперь такой очень странный момент, что как бы он говорит, что отгрузит дивизию, но не высылает её. И Анатолий спрашивает, что реально сегодня получить. Ему присылается опять этот список игр. Ещё раз прошу обратить на него внимание. Пишется, что стоит 3000, плюс, ну, доплачиваешь 1200, в сумме у тебя получается 9500. И отгружу, прям сразу ему отвечает продавец. Анатолий соглашается, окей, сейчас скину, ему опять высылаются реквизиты. Он уточняет, доплатить ли 1200, ему отвечает да. Всё, он отправляет 1200 рублей. Ему присылается логин и пароль от данного аккаунта, который содержит вот эти вот все игры. Далее Анатолий спрашивает, видимо, про инструкцию. Ему скидывают эту инструкцию. Да, как, что делать? Видимо, Анатолий покупает первый раз вообще и не знает, что к чему, ему просто всё объясняет. Всё, Анатолий разобрался, всё хорошо, качает цинк Love Duty Black Ops 4. Продавец, естественно, рад, хорошего вечера, какой ещё культурный продавец-то попался. И спрашивает сразу, а метро и рейдж, ставим в арботу, за 3600 отдам. Вообще, как нефиг. Анатолий говорит, что позже, пусть с котом разберётся, всё равно буду у вас брать. Ну, раз такое дело, ты хороший продавец, сделаешь скидки, почему бы у тебя взять ещё раз, а? Позже Анатолий замечает, что Форзы 4 нету в списке, но ошибается, всё есть, окей. Далее продавец пишет, типа, оставьте отзыв, я вам помог, типа, у меня хороший отзыв, вам хорошего вечера и так далее. И, типа, хорошо бы, если бы вы купили метро за 1600. На самом деле, поражаясь, как он между строк, да, он может ещё воткнуть тебе какую-нибудь игру. Блядь, вы действительно хорош. Далее ситуация набирает обороты. Анатолий пишет, хорошо, но замечает, что Red Dead Redemption 2 нету в списке. И он не ошибается. Её, видимо, действительно нету в списке. И помимо неё, нету Call of Duty Infinity. Он им, это ему пишет, тоже нет. В итоге ему час не отвечает, он пишет ещё раз, посмотрите сами, я когда не менял. Продавец ему отвечает, ну, там, может быть, что-то есть, чего-то нет. Такой со сборниками бывает. Типа, ну, бывает, ё-моё, ну, что я поделаю? Бывает. И Анатолий ему сразу грамотно пишет, чувак, это как бы топовая игра, дружище. Там две достойные игры, RDR 2 и Код 4. Надо бы как бы решить эту проблему, деньги вроде достойно заплатил. Ну, действительно, он заплатил 2500 за это всё. Ему отвечает, так, а что вообще решать? Вагон же игр, могу сделать скидку на Metro и Rage 2 за 3000 отдам. Не за 3600, а уже за 3. Это просто продавец года какой-то. То есть, по сути, он сейчас впарил ему аккаунт, да? Возвращаемся к списку игр. RDR 2, Call of Duty, Black Ops 4, FIFA, Battlefield 5, Forza Horizon 4, Epyx Legends, который бесплатный, Ark, For Honor, PUBG, Fortnite, Rocket League, Infinity Call of Duty и Assassin's Creed Unity. Если присмотреться внимательно на этот список, да, то реально топовые здесь игры RDR 2, Call of Duty, Black Ops 4, ладно, допустим, FIFA 19, Battlefield 5, Forza Horizon 4, ну, Epyx Legends, Fortnite, Rocket League, Unity, это такие игры, которые можно купить либо по дешёвке. Да хотя, погодите, Battle 5 по подписке доступно, Forza Horizon 4 по подписке, Epic Legends, она бесплатная, Ark, по-моему, тоже по подписке, For Honor раздавали по голду, по подписке, Fortnite бесплатная, Rocket League также по подписке. И выходит, что ещё и Call of Duty нельзя взять по подписке. А ему отвечают, да там вагон игр, чувак, играет, что тебе надо ещё? Ну, подумаешь, RDR нету, как бы, играет там вагон игр, да, только они там все бесплатные, их можно практически по дешёвке купить за подписки. Блять, родовец года, идём дальше. Анатолий пишет, дружище, куча-кучи, да вот только беспонтовых много, на самом деле. Ему пишет, у Порта был как раз на колду и на RDR 2, остальное даже и не грузилось. Спрашивает, как решать будем? Говорит, скидка, там 3 600, отдаём за 3. Ну, типа, выход в ситуацию, хотя какой-то выход, беспонтовый на самом деле выход, потому что чувак уже отдал деньги, а получил какую-то туфту, не то, что ему обещали. Анатолий ему пишет, дружище, я твой маркетинг понимаю, но я и так вложил нехило, может, как-то без доп оплаты решим? Как думаешь, я тоже ведь не бездонная бочка, на самом деле. Анатолий предлагает ему, предложи код, 1 эквивалент RDR 2, и закроем, в принципе, вопрос, типа, RDR нет, я обещал её, пришли другую игруху и разойдёмся. Ну, естественно, с такой же стоимостью. Ему пишет, что пока только так могу, только-только за скидку и только новую игру. Анатолий спрашивает, Вольфенштейн 2 есть? Он пишет, да, 900 рублей. Анатолий пишет, так поставь в эквивалент, всё по-честному будет. 5 минут ему тишина, он переспрашивает, так что решил, ему уже на следующий день отвечают, пока только скидка, братан, пока, ну, не могу ничего сделать, только скидка. Анатолий понимает, что это развод и пишет, развод какой-то, извините, но я не буду больше заказывать у вас игру. Ха-ха, напугал продавцу, вообще, пофигу, пишет, как угодно. Да, чувак, ты мне уже отсыпал 2,5 за ничего, и ладно, мне всё равно, покупать будешь или нет, как бы, твой выбор, я тебя не заставлял, окей, всё, идти лесом. И теперь, самое интересное, прям ключевой на ёб ситуации. Прошло несколько дней, и Анатолий спрашивает, скажите, молодой человек, а почему майки заблокировали аккаунт, купленный у вас? То есть, аккаунт, который купил он, у продавца заблокировали, то есть, он не может в него зайти. Всё, он забанен или что-то там с ним случилось, короче, не может поиграть. В итоге, 30 минут тишины, Анатолий спрашивает, что вы молчите, а ему отвечает, ну, нужно посмотреть в понедельник, гляну, если что, 15 июня, это всё-таки суббота, а если это суббота, то это, как минимум, ещё 2 дня ждать. В итоге, Анатолий пишет, супер, я просто в шоке от оперативного решения проблем. Далее, я не знаю, в какой он день пишет, поскольку это было просто вчера, данную переписку он мне скинул, по-моему, во вторник, то есть, как раз-таки он в понедельник и написал, но, опять же, это не факт. И Анатолий ему напоминает, профиль, посмотрите, он ему пишет, что были вылеты из профиля, заходил другой человек, да, когда вы заходите на один и тот же профиль, там, например, с двух разных консолей, у кого-то из вас вылетает. Решайте эту проблему, деньги вам уплачены, проблема осталась. Тишина. Через 2 часа ему пишут, и что? Что делаем? Ему пишут, что вы молчите, на этом ваша порядочность заканчивается, а? Типа, ты 2500 от меня получил, хотел впарить мне другие игры, всё, замолчал? И теперь ему просто-просто эпик ситуация. Ему отвечают, да при чём тут, мог слететь, ну вы брали же по цене без гарантии. Какая нахуй цена без гарантии? Ему отвечают, скажите, пожалуйста, мне от этого легче, по-моему, я выполнил вашу просьбу доплатить. Я, конечно, всё понимаю, но, чтобы поиграть моему сыну в код в четвёртый, ему всего 3 дня пришлось выложить приличные деньги. Ему пишут, что это всё-таки днюха у пацанёнка, и, типа, ну, опять же, это личная проблема, её разбирать не будем. После же ему пишут на следующий день и спрашивают, уважаемая, как всё-таки будем решать проблему? Ему отвечают очень просто, покупали бы с гарантией, решали бы, а так пока никаких предложений нет. Ну, типа, сорян, ты сам себя обманул, типа, чувак, я претензий не имею, ну, надо было купить с гарантией, тогда всё было бы в ажуре. Блять, а какой гарантии он вообще говорит, если он не указал это? Анатолий пишет, это как понимать, за 3 дня игры я заплатил вам деньги и до свидания? Вы в своём уме, извините, но я вынужден написать службу мошенничеству и так далее. Ему, видимо, похер, он пишет, пишите, у нас без гарантии, это без гарантии, без исключений для всех. Анатолий ему очень правильно написал, где указано, что без гарантий, но с другой стороны, знаете, как бы и не указано, что было с гарантией, да, окей. Уважаемый, вы хоть врать, научитесь, почитайте всю переписку сначала, вы скинули вот такой вот список игры, он присылает 3000 рублей. И ему продавец отвечает, что он продал по цене без гарантии, по скидке. Анатолий пишет, вы кинули, а сейчас решили спрыгнуть, так дело не пойдёт. Далее он пишет, что парень реально расстроен и дело даже не в деньгах. Ему отвечают, да не нужно писать грязь, бывает слётки, ну, бывает так. Не может якобы пак игр стоить 2к с гарантией, ну, нету таких цен у нас, и ты купил, видимо, без гарантии. Хотя, хотя, парень купил как раз-таки за 2500, он выложил 1300 в начале и 1200 потом, что в сумме является 2500. У нас условия для всех одинаковые, берите, когда я ими тогда попал фрайзу. Да, типа, как бы проблема в тебе, ты заплатил мало, это не я такой плохой, это ты, чувак, я хороший продавец, я тебе ещё по скидке продал. Просто продавец года, на самом деле. Анатолий понимает, что это реально наёб и пишет, что не надо подвигать меня на новые покупки, это уже смешно, реально смешно. Мало того, что ты продал аккаунт, на котором нет список игр, да, которые ты прислал, так ещё и между строк пытался втолкнуть ещё игры. Блин, ты просто гений. Но продавец ему не отвечает ни на один поставленный вопрос, а отвечает лишь, типа, по поводу ребёнка. Что якобы ты врёшь и РДР ты, типа, себе покупаешь, типа, нехрен мне давить на жалость, ты бы, типа, ещё Resident Evil 2 купил, а вот какой грамотный и честный продавец, вы посмотрите. Вы посмотрите, это на самом деле он уже юли. Анатолий ему пишет, что окей, допустим, себе, типа, что менять ситуацию. Кто дал право вам двигать фуфло, предлагая один список игр, а по факту подсовывает совершенно другой. Далее Анатолий пишет, чтобы он не рассказывал какие-то сказки, тебе были перечислены действительно деньги без фуфлая в полной мере, все две с половиной тысячи, как мы их, в принципе, договаривались. А он, да, первый разёл он на доверие, аккаунт был заблокирован, и смею предположить, что тобой же, или это был арендованный аккаунт и перепродан, скорее всего, это было действительно так. Типа, он один и тот же аккаунт всем распродаёт, а потом просто меняет аккаунт, я не знаю, или просто высылает другому человеку, и, в принципе, поэтому другой человек не может в него зайти. Ты реально кинул и толкнул фуфло, и пишешь, что реклама будет, обращусь в поддержку и так далее. И продаец ему на это всё отвечает, это ваше мнение, у меня мнение, что я продал товар вам без гарантии, и он слетел. И вы начали манипулировать детьми и так далее, копите деньги и берите годами, не слетит. Все ваши угрозы меня не интересуют. И далее подписчик был кинут в честь данного сообщества. Какой добрый и порядочный продавец, а? И на этом, собственно, переписка заканчивается. Как вам, ребят? По мне, этому человеку нужно работать в каких-то больших компаниях, поскольку он им принесёт невероятное количество денег. Поскольку наебать так человека не каждый сможет. Не особо берём во внимание, что это был подарок сыну, поскольку это всё же личная проблема, и суть проблемы она не меняет. Парниша, который всё-таки не получил на АДР долгожданную игру, очень жалко. Парень, не расстраивайся, я надеюсь, у этого жулика больше никто никогда не купит. А, ну если смотреть по факту, это был реальный наёб. Мало того, что после доплаты был представлен не полный список игр, так ещё через какое-то время аккаунт вообще заблочили. И после же всего ответ был очень простой. Ну, а шо вы хотели? Надо было покупать с гарантией. Охереть, да? Хотя о гарантии вообще речи не было. Уверен, что если бы сразу сказали, что есть гарантии и без, парень бы доплатил бы и не парился. Но его тупо не поставили в известность и наебали на доверие и экономии. Вот я тебе скидку даже делаю, я вхожу в своё положение, парень, давай покупай. Ещё очень важный момент в переписке, что продавец сказал, что якобы не бывает такого пака за два косаря. Хотя подписчик скинул ему две с половиной. Тысячу триста в начале и тысячу двести потом. И если посмотреть на цены аккаунтов, то можно заметить, что по типу такого же пака и даже масштабнее стоит три косаря с гарантией и две с половиной без неё. Многие скажут, ну вот за две пятьсот он как раз таки и купил. Но так суть в том, что продавец сказал, что пак стоит три косаря, но он делает ему якобы скидку. То есть продаёт пак, который стоит три тысячи за две с половиной. То есть по сути он на пак с гарантией сделал скидку в пятьсот рублей. А потом по факту просто о ней забыл и попрощался с данным человеком, поскольку не говорил, что есть какая-то гарантия. Опять же, если бы в группе было указано какие-то правила, проблем бы вообще не было. Но в группе ничего такого, лишь ценники с гарантией и без. Да, мужик упустил сам, что не спросил про гарантию и про то, как действовать в таких ситуациях. Но всё-таки здесь поступил нечестный продавец, поскольку он скорее быстрее впихнул ему этот пак и поставил на нём крест. Я просто уверен, что продавец знал, что так будет. Это далеко не первый случай, ибо эта система наёба работает капец как нормально. Доверие плюс скидка. Почему бы и нет? Знаете, я ещё поражаюсь, как он между строк пытался впарить ему ещё несколько игр, при условии того, что предыдущие коды он всё ещё не сделал. Знаете, тут даже возникает ещё один вариант обмана. Я не знаю, может он как раз его и использовал. Какой-нибудь парень покупает игру, ему говорят, что сроки капец растягиваются, братан надо будет ждать, ну а ждать-то никто не любит. Деньги вернуть не можем, а можем предложить вам сделать скидку на наш пак с аккаунтами. Типа подберём вам какой-нибудь пак, там будет куча игр и ещё скидку вам сделаем, а? Неплохо ведь, бро? И пошло-поехало, с гарантией, без гарантии, короче всё то же самое, только с другими персонажами. На самом деле я даже не понимаю, какой у людей хватает смелости вот так вот наёбывать людей. Это бессовестные, блять, люди. Да, я понимаю, что у всех бывают траблы, сроки, скидки, нюансы, но напишите об этом по-человечески. Решите проблему по-честному. Недаром подписчик предлагал вернуть ему что-то по стоимости той игры, которая отсутствует в списке. Ну а получилось вот так. Надеюсь, что на данную уловку больше никто не попадёт. Кстати, никто не застраховывает, что у этого человека множество групп и что он наёбывает так не только в своей группе. Да, возможно, кто-то скажет, да заяву надо на него написать. Ребят, в отделении на вас посмотрят как на идиотов и скажут, что разбираться-то никто не будет. Поскольку вы сами перевели ему деньги и это был исключительно ваш выбор. Ну и делать этого вас никто не доставлял. Как вывод к ситуации, хочу сказать одно. Если вы хотите сэкономить, у вас нет денег на игры, ребят, лучше дождитесь скидок и купите всё официально. Ибо никто не спасает вас от возможного вот такого вот обмана. Вы никогда не залезете в голову человеку и никогда не сможете угадать, обманет вас он или нет. Или же покупать игры только у проверенных продавцов, у которых просто наичистейшая репутация и которых, вы знаете, чуть ли не лично. Да, такие ребята действительно и есть, но отличить их вот от таких вот наёбщиков, мне кажется, уже очень сложно. Поэтому только официально и только у реально проверенных ребят. На этом у меня всё. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вы очень поддерживаете меня. Большое спасибо. Также напишите в комментариях, как вам такой формат и стоит ли делать такое дальше. Помимо этого, пишите свои истории, мало ли вы тоже натыкались на подобный обман. Если история будет с пруфами, если вас действительно как-то хитро наебали, то я об этом расскажу в следующем видео, чтобы больше никто не водился на данные уловки. Большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok